Добрый вечер, уважаемые участники. Всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре, который будет проводить Александр Элдер. Александр, вас также приветствую на нашем новом вебинаре в октябре. Много интересного происходит на рынке. СНП снова обновил локальный максимум, начался сезон отчетов. И, как всегда, будет интересно услышать ваше мнение по текущей ситуации на рынке и пройтись также по тем инструментам, которые прислали наши участники, и также услышать вопросы на ответы. Ну и, конечно же, мы подведем итоги конкурса прошлого месяца и подарим книгу с автографом Александра, но об этом уже чуть позже. Прежде чем мы начнем, я хотел напомнить, как всегда, о рисках. Всегда важно напомнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками, и об них нужно разобраться. Но также на вебинарах с Александром. Александр уделяет этому внимание, поэтому здесь также этот вопрос освещается. Несколько слов для тех, кто, возможно, присутствует впервые на наших вебинарах. Мы являемся брокерской компанией, работаем уже более 20 лет, оказываем сервисы в разных юрисдикциях, которые удобны для наших клиентов. То есть это практически все страны, начиная от Азии, заканчивая Латинской Америкой. У нас для торговли представлено более 8000 инструментов. Есть классические счета для инвестирования, где вы можете покупать акции, американские акции, европейские акции, ETF, так и доступно маржинальная торговля. Но это уже более рискованное, скажем так, трейдинг, он будет более рискованный, поэтому здесь в любом случае также нужно с рисками и разобраться, как это работает. Но всегда у вас есть поддержка персонального менеджера, поэтому вы всегда можете к нему обратиться и подобрать для себя оптимальный тип счета, исходя из ваших уже аппетитов к риску, потребностям и тем рынкам, которые вы смотрите. С этой стороны скажу, что мы уделяем большое внимание непосредственно обучению наших клиентов для того, чтобы показать трейдинг, как он на самом деле бывает. Поэтому мы очень рады, что Александр присоединяется к нам раз в месяц на данные вебинары. И также я сейчас приложу ссылочки в чат на наш YouTube-канал, где вы всегда сможете найти запись данного вебинара, если мало ли вы не сможете присутствовать онлайн, также там же участвовать в конкурсе. Ну и наш Telegram-канал, в котором мы делаем также анонсы предстоящих вебинаров, присылаем также записи, которые вы сможете посмотреть. Также сегодня мы, как всегда, с Александром начнем с небольшого уступительного слова по текущей ситуации на рынке. Также разберем ключевые инструменты, то, что мы делаем всегда, S&P, DAX, Gold, то есть золото, бренд. Также мы подведем итоги конкурса, как я уже сказал, разберем те акции, которые прислали наши участники на конкурс к этому вебинару. Далее будет серия ответов на вопросы. И после уже основной части я расскажу о том, как можно получить те индикаторы, которые доступны для платформы MetaTrader 5, для клиентов Admirals. И также еще раз расскажу про правила конкурса, о том, как в нем можно принять участие и, соответственно, выиграть книгу с автографом Александра. С моей стороны это все. Александр готов передавать слово вам. Мы, как всегда, с нетерпением ждем, особенно когда на рынке происходят активные движения, или что-то сильно очень падает, или сильно очень растет. Всегда очень интересно услышать ваше мнение и, как всегда, прикоснуться немножко к вашему опыту, к вашим знаниям. Александр, передаю слово вам. Спасибо большое. Спасибо за доброе представление такое. Привет из Нью-Хамшира. Это северо-восток страны, ближе к Канаде, чем к Нью-Йорку. На рынках действительно сейчас очень интересное время происходит. Несколько недель тому назад появилась серия очень сильных сигналов на покупку. Рынок идет очень сильно американский вверх. Но, как всегда, даже в рынке, который идет вверх, есть акции, которые просятся быть проданными накоротко, чтобы их закоротили. Мы смотрим сейчас на график Standard & Poor's 500, S&P 500. Это самый объемлющий индикатор американских рынков. В него включены 500 самых крупных акций. И эти 500 самых крупных акций представляют из себя примерно 70% всего американского рынка. Мы видим, что слева на недельном графике тренд идет явно вверх. И тут же там приведены две линии. Красная линия более короткая, скользящая средняя. Синяя линия более длинная, скользящая средняя. Между ними находится то, что я называю зоной ценности. Вот это ценность этого рынка. Естественно, во время бычьего рынка большую часть времени рынок проводит над этой зоной. Цена выше ценности. Ценность догоняет цену. Но каждые несколько месяцев происходит паника. И во время этой паники цены падают в зону ценности, а иногда даже ниже нее. И здесь мы видим, что в прошлом месяце была именно такая паника. Цены упали ниже зоны ценности. Народ был, естественно, перепуган. И вот это была великолепная возможность для покупок. Теперь смотрим на правую сторону, где мы видим дневной график того же S&P 500. И здесь очевидно, что сила этой, сила ралли, которого происходит, колоссально высока. Во-первых, мы видим, что цены находятся выше конверта. И уже они находятся выше конверта в течение почти двух недель. Очень долго. Необычно долго. Смотрим немного ниже. И мы видим, что индикатор MACD гистограмма находится на рекордной высоте за много месяцев. То есть это показывает, что быки очень сильны. И еще ниже опускаемся и видим индекс силы, который я разработал. И мы видим, что я считаю, это лучший индикатор для отслеживания объема рынков. А объем – это как пар в паровозе. Это вот то, что толкает рынок вверх или вниз. Индекс силы находится тоже на рекордной высоте. И ралли очень сильное. Естественно, все говорят, подождем, пока она откатится. Купим откат. Когда он будет, очень неясно. Ждать отката – это не лучший подход к игре. Особенно время какого-то взрывчатого тренда. То есть я бык по американскому рынку. Уже несколько недель и, так сказать, на ближайшее будущее. На что еще вы хотите посмотреть? ДАКС-40. ДАКС-40. Вы знаете, рынки очень похожи друг на друга. Независимо от того, это Америка или Европа или Азия. Две скользящие средние обозначают зону ценности. И мы видим, что во время бычьего рынка, который происходит в Германии, так же, как и в Штатах, периодически происходит паника. Причем самое занятное, что эта паника в Германии гораздо глубже, чем в Штатах. Казалось бы, должно быть попрохладнее, а совсем наоборот. Тренд вверх. Рынок только на этой неделе в Германии запаздывает с Америкой. Вырвался из зоны ценности. Но смотрим на дневной график с правой стороны и видим ту же картину, похожую картину. Цены, правда, не выше конверта, но касаются этого конверта. МСД на рекордной высоте, индекс силы на рекордной высоте. Но не в такой огромной степени, как в Соединенных Штатах. То есть это бычий рынок, но менее сильный, чем в Штатах. Я заметил, что когда рынки падают, то часто бывает, что иностранные рынки ведут себя лучше, чем американские. Но когда начинается бычий рынок, то очень часто вот тут вот Америка начинает отгонять. Не знаю почему, но заметил вот такую закономерность. На что еще будем смотреть? Евро-доллар. Я, по-моему, говорил в одном из наших предыдущих вебинаров, что мне нужно было внести плату за… Я еду впервые, впервые буду в самолете в марте, еду с друзьями кататься на лыжах в Австрии. Мне нужно было внести предоплату в отель, и я думал, что так, евро дешево, и покупать это значит сейчас все, или только маленьким депозитом дать. И мне показалось, я как сказал в вебинаре, что евро еще не достиг дна. И я рад, что я не внес всю сумму, потому что будет это мне стоить теперь дешевле, так как евро упал по отношению к доллару. И тренд вниз, и без особых хороших новостей для евро. Смотрим на недельный график, ценность падает, цена ниже ценности, периодически возникает такой всплеск оптимизма в зону ценности, и потом новый обвал до нового низа. Нет дивергенции, нет дивергенции. Я знаю, что многие новички смотрят МСД гистограмму и говорят, а вот, значит, было дно глубже, теперь оно меньше. Нет, это не дивергенция. Для того, чтобы была дивергенция, между двумя донышками должен быть пробой. МСД должна пойти вверх, а потом опуститься вниз. И вот если этого пробоя нет, то это все одно дно. Так что тренд в евро вниз, с правой стороны на дневном графике мы видим, что цена, был такой оптимистический эпизод, цена взлетела выше зоны ценностей и начала опять тонуть, что она и продолжает делать сегодня. Чего бы я ожидал? Чего бы я ожидал? Чему бы я был готов? Потому что всегда хочется подумать немножко вперед. То есть мы все умные на старых графиках. А что будет дальше? Что бы меня обрадовало на этом графике? Это если в течение ближайших недель, напомните мне об этом на следующем вебинаре, если я забуду об этом сказать. Если цена опустится немножко ниже, чем она была в октябре, то есть если цена на дневном графике пробьет октябрьское дно, но при этом донышко МСД гистограммы будет более плоским, чем оно было в сентябре. Вот это будет бычья дивергенция. Вот это будет интересно покупать. У меня была тысяча лет назад приятельница, великолепный трейдер. И когда вот она видела такого типа графики, у нее ее письменный стол с компьютером стоял в такой внише, как бы сзади была книжная полка, а по бокам были пробковые доски, которые можно было прикалывать. Что бы она сделала, увидев такой график? Она бы распечатала его, красным карандашом нарисовала продолжение, которое создало бы бычью дивергенцию и приколола бы это к стене. И каждый раз, подходя к своему компьютеру, она бы видела, чего она ждет. Потому что сказать это, да, да, вот я ожидаю этого, забыть легче легкого. Письменные записи, чего писать диссертацию про каждый график? Просто вот нарисовать, провести, как он должен выглядеть для бычьей дивергенции, приколоть к стене или повесить, что у вас в кабинете, повесить на стенку как-то. С тем, чтобы это дело всегда видеть, когда вы подходите к своему письменному столу. Так что, возможно, будет хорошая сделка, но не сегодня. Золото? Вы знаете, мы говорили про золото уже не раз, и я помню, у нас была беседа про золото буквально днями после того, как слева на недельном графике золото прокололо уровень поддержки. Вот это, кстати, один из вопросов пришел сегодня насчет хвоста кенгуру. Вот кенгуру, гигантский кенгуру. Вот такое колоссальное падение, еще при этом с проколом предыдущего уровня сопротивления. И после этого я стал быком по золоту. Открыл много позиций по золотым акциям, был выбит из нескольких из них, когда золото, у меня были аккуратные стопы, стояли, когда золото на дневном графике, вы видите, как оно протестировало, как бы, не хвост, но под хвостик. И все, и с тех пор вверх, 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 и золотые акции ведут себя, по крайней мере, те, которые у меня остались, ведут себя очень прекрасно. Золото идет вверх. Золото идет вверх. В Америке система Федерального резерва печатает огромное количество ничем не обеспеченных денег. Сейчас уже даже они начинают беспокоиться о том, что инфляция усилится. Цены растут, в магазинах скидок не дают больше. То есть, очень, так сказать, напряженная ситуация с целями. Все растет в цене. Федеральный резерв обещает, что они начнут прикручивать, значит, этот самый свой насос или деньги-печатающий аппарат. Но пока это все происходит, это фундаментально подталкивает золото вверх. Не говоря уже о том, что золото – это как бы страховка. Золотом движет страх. А обстановка в мире сейчас очень неблагоприятная. И это еще одна поддержка для цены золота. Поэтому мы видим, что слева на недельном графике скользящие средние только-только развернулись вверх. Вот прямо вот на этой неделе. А на дневном графике мы видим как раз вот вчера и сегодня такая легкая паника. Золото подтянулось обратно в зону ценности. Это бычья структура, абсолютно бычья структура, ориентация на покупку. И завершим вот наш такой обзор по ключевым рынкам. Нефть марки Brent. Нефть колоссально выросла в цене. На недельном графике мы видим, что нефть гораздо выше зоны ценности. И в последние две недели этот взлет замедлился. Цены перестали повышаться. У правого графика мы видим, что в понедельник была рекордно высокая цена за нефть. И с тех пор такой ложный пробой. С тех пор цена стала падать и сегодня уже опустилась в зону ценности. Для агрессивного трейдера лучшая возможность... Надо было коротить в понедельник или во вторник. Это была бы такая агрессивная сделка. И сегодня она уже подходит к логическому концу, потому что нефть опускается в зону ценности. Нет определенного мнения у меня насчет нефти, поскольку тренд явно вверх на недельном графике. Но амминистерия гистограмма стала опускаться, индекс силы стал опускаться. Нет у меня уверенности, что этот тренд вверх будет продолжаться, по крайней мере, в ближайшее время. Неопределенная картина. Вы знаете, хорошо бы, если бы я мог про любой рынок высказать мнение. Это бычий, это медвежий. А иногда вот так вот смотришь, чешешь репу и говоришь. И так и так может пойти. На рынках очень много хаотичности. Трейдер никогда не должен заставлять себя... Вот я хочу сделать сделку. И начинает щуриться, щуриться, щуриться. Если я буду долго щуриться, я увижу сделку на любом рынке. Но это будет дурная сделка. Хорошая сделка выскакивает с экрана, хватает за лицо. Если ты не будешь торговать этим, то чем ты будешь торговать. Вот тот хвост кингуру на золото. Все, сигнал. Или сигнал по американскому рынку. Станарт и Пурс. Устаканившийся бычий рынок и краткосрочная паника. Будем покупать панику. А здесь ситуация неопределенная. По крайней мере для меня. Спасибо, Александр. Сейчас у нас по плану как раз посмотреть участников с предыдущего месяца. И объявить результаты. Но вот я хотел задать вопрос. Сейчас идет сезон отчетов, который ожидалось по одним прогнозам, что будет хуже, чем предыдущий. Ну вот просто, может быть, пару слов с вашей стороны по тому, как вы видите, он может пройти в целом. Пока что отчеты о доходах положительные. Все опасались, что они будут плохими, потому что сливки уже сняты, а начинаются проблемы. Огромные проблемы с доставками. Некоторые компании фрахтуют свои собственные пароходы, потому что приближается, наступает уже сезон рождественский, когда масса продаж, и у них просто товара нет. В свое время мы от большого, Америка от большого ума отправила индустрию в Китай, построили Китаем промышленность, и оказались в какой значительной степени в зависимости от них. А сейчас просто не хватает пароходов, порты забиты, приходят сухогрузы и ждут неделями, чтобы получить стоянку у пирса, чтобы их разгрузили. Вот рабочей силы, опять-таки, нехватка. Наш великий президент говорит, что, может быть, задействуют национальную гвардию, забывая о том, что национальной гвардией командуют губернаторы, а не президент. И на основании всего этого считалось, что будет неблагоприятный сезон отчетов, но он идет, так сказать, очень хорошо. То есть какие-то компании получают по ушам, но в большинстве динамика очень положительная. Спасибо, Александр, за ваш комментарий. А тогда сейчас я открываю как раз результаты предыдущего месяца. Здесь у нас, соответственно, все участники, кто оставлял свои предложения, то есть те, которые были оставлены за 48 часов до вебинара, они попадали как раз в разбор Александра, все остальные также участвовали в конкурсе. И здесь победителем у нас в этом месяце стал Марат Валеев, который предложил акцию Teladoc, которая выросла на 12%. И с учетом всех акций, которые были предложены, это был лучший результат. Здесь из таких моментов мы видим, что, ну, опять же, то есть рынок был практически в самом низу, в прошлом месте, когда мы встречались. И многие компании, которые прилагались в шорт, они, наоборот, как раз в этом случае подросли. Только одна компания показала небольшой прирост. И как вот здесь было бы тоже, ну, во-первых, поздравляем Марата. Вот я вам напишу, как вы сможете получить эту книгу. Мы с вами меняемся контактами, и мы вам эту книгу отправим. И, наверное, хотелось бы услышать также мнение Александра по данной бумаге, ну, и в том числе по бумаге, которая показала самый большой убыток по данному конкурсу. Опять же, здесь мы берем от вебинара к вебинару. Понятно, что кто-то мог выйти раньше, да, или зайти чуть позже. Здесь все зависит, да, то есть каждый мог и заработать на этой сделке. Но если есть вот какие-то моменты, на которые важно обратить внимание и чему мы можем научиться, то было бы интересно услышать как раз вот ваше мнение, Александр. Спасибо. Я покажу тогда свой экран, наверное, да? Да. Доступ я открыл, у вас должно появиться. И одно... Так. Окей. Вот эта компания Teladoc, недельный график, как всегда, начинаем с него. И я отодвину его... Вот где-то здесь у нас, по-моему, был. Нет. Нет, раньше. Четыре недели, да? Раз, два, три... 29-го числа, если... А, ну, как раз, так. Одну секунду. Да. Вот на этой неделе это дело было. Очень рад за Марата. Я бы... Сам бы я... Я бы не стал ее здесь покупать, к сожалению. Почему? Я обычно избегаю акций, которые вот так вот лежат и никуда не идут. Я люблю купить, когда двойное дно. То есть, когда явно, что вот протестировали одно дно, а потом еще раз второе, и уже не прошло. Из положительных факторов здесь то, что был ложный пролом вниз. Я не знаю, вам видно, вот этот горизонтальный... Сейчас-то я лучше сделаю. Берем эту горизонтальную линию. Вот так вот. То есть, в то время, когда Марат шел это дело покупать, компания пробилась на новые низы, на недельном графике. Идем на дневной график. 29-е, это было, по-моему... Это 30-е. 29-е. Вот здесь у нас был предыдущий... Предыдущий вебинар. То есть, он купил ложный пробой. Опять-таки, очень рад за Марата. Победителей не судят. Я не купил эту акцию. Опять-таки, потому что она просто плоско лежала, без каких-то особых сигналов. Но Марат вычислил ее правильно. Очень-очень рад за него. И, Роман, вы сказали, давайте, чтобы посмотреть самую проигрышную акцию. ИСПА. Смотрим на недельный график. И мы видим, грубо говоря, умирающий бизнес. У левого края цена акции была 70 долларов. Это было где-то 2,5 года тому назад. И потом была пандемия у левого края. Взлет от 20 до 50. И каждый, практически каждый квартал эта акция падает, падает, падает. И в последнее время, в последние месяцы она просто умирает на корню. Ни малейших попыток взлета даже не делает. Просто падает, падает и падает в цене. Смотрим на дневной график. Тонущая акция. Вот так вот. Надеюсь, высказал свое мнение. Может, она кому-то окажется полезна. Роман, давайте тогда сейчас посмотрим запросы об акциях, которые пришли. И вопросы. Причем вы мне написали, что вопросов много, чтобы я выбрал их, какие самые интересные. Я их все просмотрел. Вопросы-то очень хорошие все. И конкретные вопросы. То есть не растекаться мыслью по древу. Я постараюсь ответить на все. Поэтому я обзор акции приведу в режиме таком чуть-чуть более скоростном, чем обычно. Сори, забыл отключить звонок на телефоне. Вот так вот. Так, поехали. Наталья говорит, хочет купить акцию BTU. Это акция энергетической компании. Что мне не нравится в этой акции? Ну, что мне нравится сначала. Что мне нравится в этой акции? Колоссально, конечно, идет бычий рынок. Акция поднялась от 2 долларов до 20 долларов. Для того, чтобы повторить такой великолепный десятикратный подъем, ей нужно подняться будет до 200. Пойдет она туда или нет? На графике мы видим двойной верх. Дабл тап. Здесь цена была 19,83. А на прошлой неделе – 19,72. И цена находится в откате в зону ценности. Импульсная система красная. Это значит, что и гистограмма, и скользящая средняя опускаются. Купить можно будет только после того, как акция поднимется выше скользящей средней, и МСД гистограмма станет тогда синей. Эта скользящая средняя находится на уровне примерно 14 долларов. Акция сейчас стоит 13. Смотрим на дневной график. Вполне возможно. Вполне возможно. Опять-таки, индекс силы красный. До 14 долларов нам касаться этой акции нельзя. Но на дневном графике вырисовывается бычья дивергенция. И история в акции очень хорошая. То есть, за год она поднялась в 10 раз. Но я всегда побаиваюсь, а что она еще сможет повторить такой замечательный рывок. Я люблю что-то подешевле купить. Но на дневном графике выглядит сильно. И если поднимется выше 14 долларов, то эта покупка станет легальной. Едем дальше. Анна пишет, хочет посмотреть на акции Pfizer. Это считается вторая по качеству вакцина от пандемии. Модерна чуть-чуть лучше. Но у Pfizer есть большое количество фабрик. Гораздо больше, чем у любых других производителей. Поэтому Pfizer – это самая популярная вакцина. Очень эффективно. Последние результаты – порядка 95% эффективность этой вакцины. Для защиты от пандемии. Или предотвращение тяжелых заболеваний, по крайней мере. Акция взлетела, естественно, на всех этих новостях. Поднялась от уровня примерно 30 долларов до 60, потом опустилась до 40. И все. Падение прекратилось. На прошлой неделе импульсная система на недельном графике стала синей. Разрешая покупку. Опять-таки, бычий рынок. Откат ниже зоны ценности. Смотрим на дневной график. И на дневном графике произошел такой очень хороший разворот. Сегодня Pfizer падает. Цена в данный момент 42,77, 78, 79. Это внутридневная игра. Вот так вот за тиками смотреть. И вполне резонная сделка. Опять-таки, хочу… Вы знаете, точно так же вот то, что вам сказал Роман в начале нашего вебинара. На рынках есть риски. Странно, но правда. На рынках есть риски. Поэтому ко всем этим сделкам, которые… Ко всем этим техническим сигналам, которые мы обсуждаем, добавьте вот эту вот огромную совершенно тему. Как контролировать риск? Если вы покупаете тот же Pfizer, вот сейчас он котируется примерно 42,70 с чем-то. Если вы покупаете… А где будем ставить защитную приостановку? А что, если он не пойдет вверх, а пойдет вниз? Ну, такой простейший способ. Поставим, значит, вот самая низкая цена здесь, значит, была 40,94. Ставим стоп на 40,93. Добро пожаловать в огромную компанию, потому что все незнающие люди вот именно там поставят стоп на 1, 2, 3 цента ниже последнего донышка. И профессионалы любят бить по этим точкам. Стопы, конечно… Я ставлю стопы на основании волатильности. Я использую индикатор Average True Range. Мы об этом говорили в одном из предыдущих вебинаров. Так что, может быть, Роман, если вы как-то найдете ссылочку, просто показать ее людям, чтобы я каждый раз не повторялся. Едем дальше. Дмитрий хочет закоротить акцию Fitbit. Sorry, Fitbit – это устройство, которое как часы носят на руках. Закоротить эту акцию. Это банковская акция. И да, и нет. Значит, в мае эта акция достигла высоты в 43 доллара. 43 доллара и 6 центов. Она пробила этот уровень. И вроде бы двойной пик получился. Но до сих пор она торгуется выше первоначального пика. То есть этот пробой настоящий, не фальшивый. После такого взлета цене разрешается отдохнуть. Переходим на дневной график. И на дневном графике мы видим, что имеется бычий рынок и паники. Паника в августе прошлого года. Sorry. Паника в августе этого года. Вторая паника в августе. Паника в сентябре. Паника в начале октября. И паника сегодня. Так что, если бы я хотел торговать этой акцией, то я бы, чем коротить ее, скорее был бы заинтересован в ее покупке. И пока недельный график остается, импульсная система остается синий. Для этого цена должна быть выше 42 долларов. А дневная цена должна подняться выше вот этой красной линии, чтобы импульсная система стала синий. Опять-таки, эта линия находится на уровне 44 доллара и 34 цента. То есть на 70 центов выше. Извините, на 60 центов выше сегодняшней цены. По-моему, это акция, которая нащупывает донышко. На дневном графике, опять-таки, на дневном графике, вот где рисковый сигнал, да, медвежья дивергенция. Но, 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 вот это вот, да, медвежья дивергенция. Но высота в начале октября была 44,5. Да, цена опустилась ниже высоты. Я не знаю, Дмитрий, когда, когда я смотрю на графики и недельный график, и дневной подают мне разные сигналы, я перелистываю страницу и иду дальше. Я не могу спорить с вами, что, значит, вполне возможно, что вы закоротите и сделаете деньги. С таким же успехом, можно сказать, смотрим на дневной, на недельный график, и медвежья рынок все еще в силе. Я стараюсь, я не ищу трудных сделок, я ищу легких сделок, и это нелегкая сделка. Если бы кто-то мне приставил пистолет в голове и сказал, Алекс, ты должен торговать этим рынком, я бы закоротил. Да, потому что дневной график, конечно, выглядит очень ярко, но, к счастью, пистолета нет, никто не представляет. Едем дальше. Я не могу отрываться, скажу еще. Рынки примерно 80% времени хаотичны. И иногда вот из этого хаоса появляется островок порядка. И вам нужно знать, на каком островке порядка вы хотите жить. Как выглядит этот островок. Хаотичностей очень много. Юрий пишет. Предлагаю на конкурс компанию ATER в Лонг. Опять смотрим на недельный график. Sorry. Роман, я надеюсь, что вы смотрите на финвиз. Чем занимается компания? Consumer Electronics. На недельном графике она, значит, акция в начале этого года дошла до уровня почти 50 долларов. Сейчас вы можете купить ее за 6 долларов и 63 цента. Одной, как говорится, одной из двух. Либо она умирает, эта компания, потому что, пройдя от 60 долларов, она опустилась до 3. Потеряла 95%. Consumer Electronics, то есть потребительская электроника, это очень такая среда с острой конкуренцией. Если акция потеряла 95% так быстро, возможно, у них, значит, неправильная система, и рынок решил ее похоронить. Возможность А. Возможность Б. Акция упала до 3 долларов, взлетела и опускается сейчас опять. Сегодня покупать нельзя, на этой неделе покупать нельзя. Но, возможно, мы увидим здесь бычью дивергенцию. Возможно. Хотите ждать? Смотрим на дневной график. Все красное, трогать нельзя. Опять-таки, если бы мне кто-то сказал, Алекс, ты должен торговать по этой акции. Я бы сказал, ну, сегодня я не буду, но я поставлю в свой список акций, которые я проверяю на уикендах, на выходных. И если она опустится в зону предыдущего дна и поднимется оттуда, и будет дивергенция. Вы знаете, акция, которая потеряла 95% стоимости, уже летать в ближайшие месяцы, может быть, даже годы не будет. Это как человек, который упал с 19 этажа, но выжил. Что будет дальше? Опасная сделка. Очень опасная сделка, Юра. Константин хочет закоротить акцию AMD, которая сегодня вышла доклад о ее доходах. Мы с вами в одной компании, я ее закоротил сегодня утром, так что посмотрим. Поступил нелегально, да, потому что недельный график все еще зеленый. Но мне очень понравилось, как эта акция пробила летний пик и тут же стала откатываться обратно. Смотрим на дневной график. Вернее, вчера ткнулась вверх, сегодня ткнулась вверх, дневная импульсная система уже синяя. Если мы посмотрим, для меня это очень краткосрочная сделка, я собираюсь закрыть ее в пятницу, если не раньше, если она будет прибыльная. 25-минутный график. Кто-то спрашивал про хвост кенгуру. Вот он, кенгуренок, да? Или палец к небу получил по рукам. Это вчерашний пик, это сегодняшний пик. И вот такой двойной пик привел меня к мысли о том, что народ обрадовался сообщению о доходах, но акция находится у верхней кромки конверта на дневном графике. Она коснулась верхней кромки конверта на недельном графике, то есть она переоценена. И, опять-таки, если мы смотрим на более краткосрочный диапазон, я думаю, что она заслужила хотя бы немножко отдыха, оттянуться вниз до зоны ценности. Поэтому я закоротил ее сегодня, но я ее додержу самое позднее до пятницы. Или выиграю, или потеряю. Будущее предсказать невозможно, но всегда пользуемся контролем над риском. Я знаю точно размер моей позиции, чем я рискую. И если потеряю, это будут не слезы, а часть бизнеса. Едем дальше. Роман хочет купить одну из крупных стрелилитейных компаний. MT. ArcelorMetal. Недельный график выглядит хорошо. Компания идет вверх. Импульсная система зеленая. Смотрим на дневной график. Акция немножко обогнала себя. Кроме того, заметьте, видите, как много гэпов на этом графике? Как много гэпов, да? Знаете почему? Потому что акция – это не американская. То есть она торгуется гораздо активнее в Европе. Arcelor – это французская компания, металл – индийская. Поэтому действия происходят в Азии и в Европе. А уже когда Америка открывается, то догоняет их с помощью гэпов. Я обычно избегаю таких акций. Выглядит сильно на недельном графике, на дневном. Но это на любителя. На любителя. Денис хочет закоротить FSLY, что очень знакомое. Роман, не подскажете, вы смотрите на Finviz. И для новичков в этом вебинаре, прежде чем смотреть на акцию, я всегда смотрю на компанию, которая называется Finviz. Я просто не хочу приходить на нее сейчас, потому что это мешает трансляции. Но есть совершенно замечательный сайт Finviz. Как слышится, так и пишется. И бесплатно, цена хорошая. Заходите туда и вводите тикер, который вас интересует. И тут же высвечивается на экране, когда будет сообщение о доходах, есть ли дивиденды и какой короткий интерес к этой компании. Роман, скажите, пожалуйста, подскажите, что это за товарищ? Это сектор технологий и компания разрабатывает приложения. Вот я, насколько помню, смотрю эту компанию. Они делают приложения, чтобы доступ к сайтам был быстрее. Вот одно из их направлений. График выглядит очень приятно. То есть эта компания одно время стала очень модной. Во время пандемии она даже сильно не отреагировала. Она котировалась примерно по 30 долларов, взлетела до 140 год тому назад и потом долго и медленно опускалась. Но что мы видим здесь? Она стабилизировалась. Смотрим донышки. Смотрим донышки. Это было… Сейчас, одну секунду. Она упала до 39,5. Она упала до 34 долларов. Она упала до 36,5 долларов. То есть я смотрю, как трясут дерево. Трясут дерево. Профессионалы трясут дерево, чтобы вытрясти акции из рук новичков. Но трясение закончилось вроде бы. И последние три недели акция стала расти. Очень хорошо на недельном графике. То есть был пик, было длительное падение, была длительная база. И сейчас начинается ралли с этой базы. Недельный график выглядит благоприятно. Идем на дневной. Дневной график. Очень сильная ралли была. И теперь, сегодня акция опускается. Я бы стал ждать легкой паники. И зона ценности где-то между 45,5 до 47 долларов. Сегодня акция стоит по 48,50. 48,5. То есть она чуть-чуть переоценена. И происходит легкий спуск. Я бы поставил приказ о покупке где-то в районе 46 долларов. Вот так. Я сижу перед экраном весь день. Я бы посмотрел за ней в режиме реального времени. Но где-то в районе 46. Я думаю, она была бы привлекательной. Желаю успехов. Виталий хочет посмотреть акцию FTI. Недельный график. У меня есть маленькая позиция в этой акции. Я купил, забыл про нее. Я знаю, так нельзя делать. И сижу в просадке. Я только жду, чтобы эта акция подросла немножко. Или я ее так могу выбросить. Когда заполняешь налоговую декларацию, то чтобы платить меньше налогов за прибыль, находишь какую-то проигрышную сделку и закрываешь ее таким образом. По крайней мере, с прошивой овцы хоть шерстекло, как говорится. Это моя прошивая овца. Эта акция, когда-то она была очень хорошей, сильной и здоровой. Она стоила 28 долларов. Я ее купил, когда в ней было где-то долларов 12. Сейчас в ней меньше 8. Лежит в пыльном ящике стола. Желаю вам успеха, Виталий. Потому что если эта акция пойдет вверх, то я буду этому делу очень рад. На недельном графике она ничего не делает. Она спит. То вверх немножко, то вниз. Скользящие средние горизонтальные. То есть нет как бы такой бычьего рынка сильного. То же самое на дневном графике. Спящая, может быть, красавица, а может быть и нет. Но спящая, это точно. Валентин хочет закоротить VRTX. Что-то очень знакомое. VRTX. Фармансертическая компания. В прошлом году она стоила 300 долларов. Сегодня она стоит 182. И это в то время, когда компании, которые успешно борются с пандемией, цветут и пахнут. Еще одна умирающая компания. В ней, видите, дно ниже ралли в зону ценности. Недельный график. Дно ралли в зону ценности. Дно ниже ралли в зону ценности. Дно. И сейчас она поднимается немножко в зону ценности. Уже этот паттерн очень устаканился. Ралли в зону ценности, а затем новое падение. Поэтому, так, а, так это, а, так он, а, Валентина шортит. Вполне, 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 вполне. Почему бы и нет? На дневном графике она уже сегодня пробила зону ценности. На недельном графике импульсная система. Она коснулась зоны ценности импульсной системы. Синя совершенно такая легитимная сделка. Желаю успеха. Один из наших анонимов. Я не люблю, когда люди пишут под какими-то никами. Хочет посмотреть на Худ. Это брокерская... Робин Худ. Это брокерская фирма. Где она у нас тут? Худ. Это недельный график. Это дневной. Что хочет? Хочет купить. Ну что, вы знаете, это очень непрозрачная фирма, у которой серьезный конфликт с американскими властями, потому что они играют, так сказать, в различные игры. Акция была выпущена совсем недавно. Был ажиотаж. И цена ее взлетела. Ее выпустят где-то по цене 40 долларов. Она взлетела выше 80. И с тех пор тонет. На дневном графике она сегодня открылась ниже уровня конверта. И вроде бы держится там. Для меня это не акция, это лотерейный билет. Доходов нет. Но есть великий рассказ о том, какое у них будет светлое будущее. Может быть. Так что для меня это покупка лотерейного билета опасна. Андрей хочет шортить GPC. Это продавец автозапчастей. Верхушка в мае была 136 долларов. Верхушка на прошлой неделе 137. Я люблю очень вот такие вот маленькие ложные выпады. Всего на доллар. Не на много. И сейчас эта акция котируется уже ниже первой верхушки. Если эта акция опустится на этой неделе до 125 долларов, то она нарисует великолепную медвежью дивергенцию. Если вы потерпите до следующей недели, то ниже 131 доллара, ниже 131 доллара, а сейчас она стоит 133, возникнет великолепная медвежья дивергенция. Очень привлекательный паттерн. То есть имеется двойной пик. Второй пик чуть-чуть выше первого, но уже опустился ниже первого пика. И МСИ-регистограмма на грани того, чтобы дать сигнал. Дневной график выглядит довольно сильно. МСИ-регистограмма все сильнее. Я бы подождал на следующей неделе. Я бы серьезно подумал о том, чтобы коротить эту акцию, но я бы подождал до следующей недели. Я бы хотел увидеть что-то более негативное на дневном графике. На данный момент дневной график выглядел очень позитивно. Осталось три акции нам посмотреть. Роман, я боюсь, что... Я хотел быстро, а получилось наоборот. Стас пишет на продажу. А, это одна из компаний, которая делает электромобили, если я не ошибаюсь. Lithia Motors. Недельный график красный. Дневной график красный. Да. На основании дневного я побоялся бы ее коротить, потому что она уже упала слишком много. Но недельный график выглядит действительно довольно тяжело. Желаю успеха. Наталья хочет купить акцию компанию ATVI. Это Activision Blizzard. Это компания электронных игр. Не знаю. Недельный тренд вниз. И на прошлой неделе и на этой неделе акция взлетела в зону ценности. Итак, побоялся бы. На дневном графике время покупать было вообще месяц тому назад, если бы. а то, что недельный график. На недельном графике тренд вниз. Я побоялся бы покупать. Но мы все делаем свои выборы. И последнее. Мурат хочет посмотреть на CNPG. Что это? Роман, что это за акция? Потому что я-то ее не узнаю. интернет-ритейл Южная Корея. Я когда смотрю на такие акции, я говорю, эта девушка настолько молодая, что она, по-моему, еще нелегальная. То есть ей еще нет 18 лет. Акция была выпущена в апреле этого года. И она уже успела потонуть с 65 долларов до 32. то есть потеряла половину цены. Нет истории. Я избегаю акций, которых нет. Мы все должны знать, в чем наше преимущество. Мое преимущество способности читать графики и в контроле над риском. А здесь читать нечего. Слишком короткий график. Смотрим на дневной. Я пропущу эту акцию. Давайте посмотрим на вопросы. если минут на пять, даже десять мы затянем это мероприятие, вы не возражаете? Я нет, я не возражаю. надеюсь, что я не веду сон ваших клиентов. Камол пишет из Средней Азии. Торгуете ли вы расхождение без правого плеча и как распознать его на индикаторе индекса силы. Единственное, когда я это делаю, во-первых, это техника только для опытных трейдеров, это не для новичков. Даже не хочу в это влезать, нужно долго показывать графики. Наталья пишет, как вы относитесь к высказываниям о рынке и отдельных акциях Джим Креймер Mad Money on CNBC? Знаком или обычно с Джимом? Я с ним лично не знаком, но он психически больной человек, причем я это говорю не голословно, он об этом пишет в своей собственной автобиографии. У него маниакально-депрессивный психоз, и когда он принимает лекарства, он спокойный, а когда он перестает принимать, он машет руками на телевидении. Я вырос в психиатрии, поэтому мне больно смотреть на нелеченого пациента. Он специально меньше принимает лекарств, чтобы быть более телевизионно затребованным. Очень печально, я считаю. Он развлекатель, но он не трейдер. Люди очень любят как-то он бегает в эмоциях. По крайней мере, лучше играть против таких специалистов. Роман, как вы относитесь к торговле или хеджированию опционами? К хеджированию не специалист, не занимаюсь с этим. Но что касается опционов, хочу вам сказать одну колоссально важную вещь. Покупка опционов – это игра для проигрывающих. Я видел тысячи, если не десятки тысяч трейдеров. Я ни разу не видел ни одного трейдера, который составил для себя состояние, сделал бы счет покупкой опционов. Ни одного. Все, кто единственное, кто делает деньги на опционах, это люди, которые их пишут. Так что я это делаю активно все время. И я, и мои друзья, которые этим занимаются, стабильно снимают деньги с рынка. Покупка опционов – это дело абсолютно проигрышное. Но мне выгодно с той стороны, что когда люди покупают опционы, кому-то мне свои опционы надо продавать. Григорий, доброго дня. Нужно ли в своих сделках выставлять автоматический take profit по аналогии со стоп лоссом? Почему бы и нет? В зависимости от того, сидите перед экраном. Если вы не перед экраном, то имеет смысл. А если вы сидите перед экраном, то может быть меньше. Роман как сказал, вопросы короткие, все по делу. Пока что я избежал только одного, что расхождение без права плеча. Мне нужно было бы графики показать, и под рукой такого нет. Валентин пишет, вы не могли бы немного подробнее рассказать о том, как отыгрывать хвосты кенгуру? И он пишет в собственном опыте, он посмотрел на эту акцию, там хвоста даже близко, я не увидел в те числа, о которых он говорил. Я вам покажу пару хвостов кенгуру для скорости. Это акция, которой я торговал. O.P.A.D. Вот хвост. Чем не хвост? Акция взлетает от 14 до свыше 20 долларов, на следующий день опускается к базе этого хвоста. Вот и все. И вот вам сигнал на продажу накрутка. Вот это хвост, да? То есть не надо влезать в акцию, когда хвост делается, нужно влезать в акцию, когда хвост закругляется. или вот еще один пример, тоже акция, которую я торговал. IR NT. Вот вверх, 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 вот так вот. А на следующий день акция падает. Да, конечно, если бы я был гением, я бы закоротил бы 45 долларов, но я ее закоротил по 30. Но еще осталось довольно основательная прибыль не надо жадничать. То есть не стараться поймать сам хвост, а войти в следующий бар после хвоста. Артем пишет, стоит ли брать во внимание графики и сигналы, которые образуются при постмаркете, то есть сигналы основной секции и сигналы до открытия и после открытия. Я этого не делаю. Я этого не делаю, потому что очень объемы маленькие и эти акции прыгают как-то очень. Для меня технический анализ это анализ поведения толпы, а толпа присутствует на рынке в то время, когда рынок открыт, не после закрытия. Там народу очень мало. Роман спрашивает на на одном из предыдущих вебинаров я сказал, что я люблю входить в сделки одним шагом и выходить из них одним шагом, не разбивать это на части. Но у меня есть друг и партнер в спайк трейд, который практически всегда выходит из сделок в три шага. берет сначала маленькую прибыль, потом побольше, а уже потом ставит скользящий стоп. Но он это делает, и Роман спрашивает, а нельзя ли входить тоже в три разных шага. Вы знаете, это совершенно психологический вопрос, зависит от психологии. Я знаю, что мой друг пользуется такими выходами тройными, потому что он перфекционист, и если он отлично не сделает, он просто будет себя грызть. А если делать три разных выхода, то по крайней мере один из них окажется отличным. Меня такой вопрос не беспокоит. Я считаю и вход, и выходы стрессовыми ситуациями. Это мне напоминает, когда я учился летать на самолете. Самые трудные моменты это посадка и взлет. И я это сделал один раз. Вошел в акцию, вышел из акции. Но если вы хотите по каким-то личным причинам это сделать в три шага, ничего против этого не имею. Абсолютно. Опять-таки это вопрос. Вам нужно найти на рынке не только хорошие акции или хорошие технические инструменты. Вам нужно найти то, что работает для вашей психологии. Как вы построены как человек. Если поэтому входить в один шаг или в три, это абсолютно личное дело, вы должны прислушиваться к себе. Анна пишет «Спасибо за вебинар». Вопрос «Ваше мнение по поводу VIPS. Будет ли разворот наверх в следующие полгода?» Анна, я ломаю голову над тем, что будет в следующую неделю. Следующие полгода это просто вне моей сферы интересов. Это акция VIP Shop. еще один тонущий умирающий бизнес. Но опять-таки может быть там какие-то секретные дела готовятся, чтобы поднять эту акцию, но я смотрю на недельный график и вижу, как она утопла от 45 долларов меньше 10 и успела это сделать за полгода. Что-то очень нехорошее. Чем спорить с плохими акциями? Почему будем подыскать хорошую акцию, которая идет четко вверх, просто продолжать ее покупать? Кесла. По крайней мере, Кесла месяц назад, сейчас она уже, конечно, по-сумасшедшему взлетела. Так, еще два вопроса осталось. Владимир, как вы ищете нужные вам акции? Пользуетесь ли вы какими-то сайтами, помощниками или сами пролистываете вручную все подряд? Спасибо. У меня есть два метода, три метода поиска акций. Один ленивый, один средний и один такой трудолюбивый. Ленивый способ. Я веду с партнером группу, называется Spike Trade, это международная группа трейдеров. И часть того, что у нас там происходит в группе, у нас еженедельный конкурс на лучшую сделку недели. И поэтому всякие умные люди, которые члены нашей группы, получают премии, кстати, за победы, они присылают свою лучшую сделку недели. я прохожу по этим сделкам и очень часто нахожу, что то, что эти умные люди нашли для себя, им не подошло, подойдет. Это один способ. Второй способ. Я постоянно, скажем, у меня уши открыты, что-то услышал в новостях, что-то выскочило на интернете, провел вебинар, меня попросили посмотреть на какие-то акции. То есть постоянно идет какой-то звук. И я эти акции смотрю всегда. То есть если что-то выскочило в какой-то статье, я тут же набираю на экране, как она выглядит технически. И наконец-то по-настоящему серьезный рабочий метод. Это я каждый уикенд прогоняю сканеры. Один на MSD-гистограмму, другой на индекс силы. для всех 500 акций, которые входят в Standard & Poor's 500. И сканер это он не даст вам лучшую сделку, но сканер поможет из 500 сделок отобрать может быть 30, которые ему нравятся. А вот уже эти 30 я рассмотрю лично, вот так вот внимательно. И из этих 30 сделок буду искать то, что может быть подойдет мне. сканер это не автомат, сканер это чтобы немножко обогатить руду, то есть не просто чтобы землю начать копать, а уже кто-то прокопал и сказал вот это вот лучший кусок, копай здесь. и последний вопрос Алексей спрашивает когда вы выставляете стоп-лосс для сделки с дивергенцией и ложным пробоем, то вы ориентируетесь только на ATR или же приказ должен быть выше, ниже уровня поддержки? Очень хороший вопрос. Алексей, я не хочу быть близко к уровню сопротивления и поддержки, потому что на том уровне живет толпа, там много приказов, я хочу, чтобы мой приказ был там, где вот других нет, поэтому я пользуюсь только системой ATR. ATR Average True Range это уровень нормального шума на рынке за день, я его умножаю обычно на полтора и едем отсюда. Роман, прошли все вопросы и спасибо большое, Александр. Вопросы были хорошие, просто жалко было какие-то оставлять в стороне. К сожалению, не ответил на один, просто потому, что мне нужно пойти и найти образцы графиков. Так что... Спасибо большое, Александр. Тогда мы вас задерживать не будем, а я всегда в конце расскажу тоже про конкурс, про индикаторы. Желаю вам хорошего дня. Увидимся с вами через месяц, но чуть меньше, в конце ноября, и также поговорим о рынках, ну, а мы, как всегда, будем внимательно слушать вас. Спасибо. Спасибо. Всего хорошо. Всего доброго, Александр. Хорошо. Уважаемые участники, также я бы хотел рассказать про наш конкурс. Начнем мы непосредственно с этого. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана и вернусь как раз к тому конкурсу, чьи инструменты пришли на этой неделе, то есть к этому вебинару. Соответственно, у нас есть те инструменты, которые уже разобрал Александр, и конкурс, он будет происходить следующим образом, то есть у нас сегодня день вебинара, когда рынок будет закрыт, то есть мы запишем цену входа, это последняя цена, которая была на момент закрытия рынка, и цена выхода, это, соответственно, за день до нашего следующего вебинара. И вот мы берем как раз вот эту дистанцию и смотрим, если вы предлагаете, например, акцию в лонг, то мы берем цену на 27-е, цена выхода на 23-е, просто смотрим, какая была в этом случае разница в процентах. Ну и чья разница была в процентах больше, тот, соответственно, и побеждает. Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, необходимо в нем участвовать на нашем YouTube-канале. Сейчас я еще раз ссылочку на него приложу, чтобы вы смогли, если вы на него еще не подписаны, то обязательно сделайте, потому что конкурс проходит именно там. Когда там появится запись этого видео, вот под ним нужно предложить один инструмент, который торгуется в Admiral Markets. Лучше брать американский рынок, удобней, скорее всего, будет для разбора, ну и в принципе американский рынок торгует чаще всего, поэтому чаще всего как раз американский рынок предлагает для участия, но можно рассматривать и другие инструменты. И, соответственно, мы принимаем, я передаю акции на разбор Александру, те инструменты, которые вы присылаете за 48 часов до вебинара, и далее еще мы берем две недели до, соответственно, вебинара, и эти акции тоже участвуют в конкурсе, но в разбор в ходе самого вебинара они не попадают. Поэтому здесь лучшая рекомендация как раз предлагать ваши инструменты, ваши акции за 48 часов до вебинара, то есть доступ он заканчивается, соответственно, в день вебинара в 12 часов по Москве, ну, такое среднее время, то есть в середине дня мы заканчиваем принимать эти бумаги, я их уже передаю Александру, для того, чтобы он смог посмотреть и подготовиться к вебинару. Вот, в принципе, правила простые, да, и обязательно нужно подписаться на YouTube-канал Миромаркет, поставить лайк, видео и оставить, соответственно, комментарий. Вопросы, вопросы вы можете оставлять сразу, то есть как прошел вебинар, у вас появился какой-то вопрос или вы хотели бы развить вопрос, который вы уже задавали, сразу же, как только видите это видео на YouTube-канале, сразу же оставляйте ваш вопрос, и также я передам его Александру, и в следующем вебинаре Александр его осветит. теперь про индикаторы, да, вот очень много было вопросов как раз относительно того, как использовать индикаторы, какие настройки, я сейчас вам подскажу, как, соответственно, на эти вопросы получить ответы. Ну, во-первых, те индикаторы, которые я показывал в самом начале, которые были на нашей платформе, на пятом недотрейдере, они доступны бесплатно для клиентов Admirals с реальным счетом и с балансом более 200 евро. Если у вас есть уже реальный счет, ну, и даже если у вас его нет, то вы можете написать на почту elderdisksobakaadmiralsmarkets.com Соответственно, если у вас есть счет, мы отправим вам инструкцию, как установить эти индикаторы, ссылку на сами индикаторы, они вот у вас будут выглядеть точно так же, как мы разбирали в самом начале. Если у вас еще нет счета, но вы хотели бы воспользоваться данным индикатором, то вы можете открыть этот счет и также написать на эту почту соответственно индикаторы мы вам вышли. Туда мы отправим соответственно все индикаторы, шаблоны, инструкция, то есть вы буквально за несколько минут сможете настроить точно так же, как это выглядело у меня. То есть это очень просто делается и есть видеоинструкция буквально 4 минуты, которая вам поможет с этим вопросом. И также вот ваши вопросы по индикаторам, которые по настройкам, по каким-то отдельным моментам или возможно по каким-то вопросам, которые возникают в ходе использования этих индикаторов, вы также пишите на почту elderdiscsobakaadmironmarkets.com сейчас я тоже приложу в чат почту, чтобы вам было удобнее не переписывать с экрана, а ее скопировать. Сейчас я направил, те, кто соответственно смотрит наш вебинар в записи, почта есть в описании к этому видео, то есть вы оттуда сможете взять, написать, и мы со своей стороны вам уже всю необходимую информацию предоставим, подскажем по всем вопросам. Мы прошлись по всем моментам, которых я хотел как раз рассказать, которые хотел осветить, поэтому со своей стороны всем спасибо большое за участие, спасибо за активность, то, что вы оставляете вопросы на YouTube-канале, ваши положительные отзывы, это всегда очень приятно, и в первую очередь я также передаю ваши положительные отзывы Александру, поэтому если они у вас есть, то обязательно оставляйте их под этим видео на нашем YouTube-канале, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски, а мы с вами увидимся в следующем месяце, последняя среда месяца, как всегда, и уже посмотрим, как рынки поменялись, обязательно примем участие в конкурсе, подарим еще одну книгу, и будем смотреть на рынки, что называется, впитывать информацию от Александра, поэтому всем большое спасибо, всем хорошего вечера, и увидимся с вами на вебинаре с Александром через месяц, ну и также на всех других вебинарах, которые мы проводим, уже через какое-то время, да, и также у нас стартует серия вебинаров с Александром на английском языке, если вам, для вас это тоже было бы интересно, то вы сможете на них зарегистрироваться, также в них принимать участие, то есть уже посещать вебинары с Александром два раза в месяц, это тоже очень полезно и информативно. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok